Первый вопрос. Первый вопрос. Что называется темнотой в духовном? Что такое тьма в духовном смысле? Меня слышно? Тьма – это когда я вношу свое мнение по отношению к тому, что происходит со мной в реальности. То есть я отменяю то, что есть единая власть, что нет никого, кроме него. Может быть, я получил какое-то определенное свечение, и когда оно исчезло, я начинаю думать, почему оно исчезло. Это как раз место тьмы, когда я забыл, как нужно правильно относиться к каждому моменту. То есть в каждый момент я могу оставаться в состоянии катнута из того, что он мне дает все. И мне остается только благодарить его за всякое действие, которое он со мной делает в тот момент, когда я забываю об этом. Это для меня называется тьма. Я начинаю производить расчет, куда он исчез, а он вообще-то, да, не исчезает. Он всегда занимается со мной, всегда продолжает путь со мной. Это только показывает мне наоборот, что он занимается мной, когда я чувствую это. То есть я должен почувствовать это, и сразу же подняться над этим в согласии и в оправдании, что это таково действительно состояние. Что это такое, продолжая? Все, что не свет, это все, что тьма. Все, что обрисовывается во мне как некое состояние Абсолюта. Может быть, по многим причинам, может быть, много причин этого, когда я вношу себя в какое-то состояние, вместо того, чтобы видеть реальность, как она есть, что это действительно Абсолютный покой. Я вношу в это свой инпут, и часто это выдает какой-то контраст. Тьма – это когда я не вижу цели. Тьма – это состояние, когда я не могу связать свое состояние с... Или я чувствую зло, и могу связать свое состояние с Творцом, или я чувствую плохо, и не могу связать свое состояние, два состояния тьмы. Когда-то я думал, что тьма – это когда директор банка тебе звонит. Сейчас я думаю, что тьма – это мое отторжение, объединение следующего состояния, которое раскрывается у меня преимущество света из тьмы. Тьма – это свет, который светит человеку со следующей его ступенью. Именно та плоскость, откуда может выйти молитва. Тьма – это когда я отношусь к определенной ситуации согласно разуму осла, неживого растительного животного. Есть, как бы, очень тонкое состояние света, когда человек может отменить свое желание получать, и свои точки соединяются с точками остальных товарищей, и там прилипляются к Творцу в оправдании, в отсутствии помех. Любое отклонение от этого состояния, любое отклонение от этого состояния – падает ли человек обратно в осла, или он сейчас видит только товарищей, или он видит себя с Творцом разделенным. Любое отклонение от этой очень конкретной точки, когда только свет может удерживать нас в этой точке – это тьма. Продолжение товарищей, тьма – это ощущение, это чувство отсутствия, недостатка в желании. Ты сказал, игра. На самом деле, это та же игра, но без того, чтобы я знал правила игры. По правде говоря, на тьму можно посмотреть еще с другого ракурса. Это как раз то самое хорошее состояние, из которого я могу вырасти дальше, и я обязан его ощутить для того, чтобы расти. Я должен почувствовать эту тьму, должен почувствовать, что с этим я могу продвигаться дальше теперь. Если с помощью тьмы мы, на самом деле, видим, насколько мы далеки от совершенного состояния, от нашего следующего состояния, то, может быть, это подобный катнут в том смысле, что всегда нужно смотреть на состояние. Что я могу сделать для того, чтобы приблизиться выше этого? То есть, скажи, сколько мне дают, чтобы я мог увидеть, как использовать это, чтобы подняться на следующую ступень? И в продолжении, товарищи, тьма – это, по сути, мой естественный уход в то состояние, на почве которого, на фоне которого я смогу увидеть свет. Я могу сказать, что тьма – это, на самом деле, или ощущение недостатка объединения, и неважно, мне темно в ощущении, горько, или… И мы должны, на самом деле, определить тьму в состоянии, относительно состояния, когда я объединен в эту сеть, когда я… Держусь в этом фокусе, в этой концентрации, это, на самом деле, называется тьма, неважно… Неважно, к кому мое ощущение, главное быть в этом состоянии, держаться за него, через него смотреть на все, что происходит со мной. Поскольку мы обратное свойство отдачи, то, когда ко мне приходит тьма, это указывает мне лишь на то, что меня освещают, светят. И тьма воссияет, как свет. Это моя индикация. В направлении ли я, или же отклоняюсь. Тьма – это, когда я отождествляю себя желанием получать, и тогда моя молитва, просьба, чтобы реальность изменилась. Вместо того, чтобы у меня была молитва, чтобы мое отношение к реальности изменилось, и была сила оправдать, и быть слитым створцом. Отсутствие ощущения свойства отдачи в постоянном состоянии. Местской образ – это как магнит, когда человек сам не может ничего, когда на него действуют силы и поддерживают его, оно поднимает, как бы, единственную точку, которая есть у человека, которая достойна чего-то, и прилепляет к центру группы. А если магнит прекращает действовать, то вся эта тьма, как бы, если творец прекращает удерживать тебя, тянет ничего. Тьма может наступить такими вспышками тьмы. Вспышки тьмы, то есть ты можешь находиться в определенном состоянии, которого ты не видишь. Ты потерял, по сути, все свои органы ощущений. Находишься в таком тумане, который может стать для тебя тьмой, либо на мгновение, вдруг бум. И это то, что приводит тебя в результате к пробуждению из этого самого темного места. Там наступает молитва. Второй вопрос. Нам понятно, что тьма обязательно. Без нее мы не ощущали бы света. Что тьма имеется в виду силы разделения, а свет имеется в виду силы объединения. Вы согласны или нет? Я так и не слышу. Прекрасно. Теперь, какова связь между ними? Балесулам дает нам пример, что это как масло, фитиль и свет, которые светят. Какова связь, как мы, где мы здесь во всем этом образе? А? Между маслом, фитилем и светом. Силами разделения, силами объединения и фитилем посередине, экраном. Как мы здесь действуем? Для того, чтобы силы тьмы в конечном итоге с помощью фитиля превратились бы в топливо и привели бы к свету. Есть ли свет вообще или с помощью экрана, с помощью усилий мы просто превращаем силы тьмы в свет? Ну? Как нам надо работать, короче говоря, в этой картинке? Каждый как маленькая свечка. Ну, вопрос не трудный. Получается. Между нами есть масло, есть это поле разделения, мы должны зажечь эти искры любви между нами. За счет искры, которые мы объединяем, за счет устремлений, которые мы создаем. А раскрытие этих сил разделения, мы должны построить над ним один общий экран. Мы как этот стакан с маслом, и только благодаря построению экрана общего, тем самым мы сможем раскрыть то же самое масло. Одно масло на всех. Ну и, соответственно, советом каббалистов, тут есть множество правильного ощущений, правильной логики. Мы должны думать всегда о любви. Мы не должны думать ни о чем другом, только думать о любви. И, как следствие этого, мы раскрываем ненависть и отторжение. Это именно желаемое состояние, чтобы соединить две эти вещи, что, с одной стороны, силы, что мы хотим быть в любви. Отторжение, которое раскрывает, это эти силы разделения. Напряженность, которая возникает между двумя этими силами, это то самое, с чем мы можем создать некое преодоление в общей работе вместе. И это настоящая молитва. Это клик, который достойный, чтобы притянуть свет, свет, который раскрывается. Действительно интересный пример. Когда у тебя темная комната, ты зажигаешь свечу, ты не то, что открыл окно, но ты просто зажег искру. И вдруг освещается вся комната. Поэтому это как работа, которую мы делаем, мы изменяем только в наше восприятие. То есть шемен, масло и фитиль – это всего лишь средства для того, чтобы увидеть, что все находится внутри нас. Это изменение моих свойств. Изменение по определенной форме со светом, с группой на свет возникающий, который уже и так внутри находится. Я очень отождествляю себя с этим примером, который мы слышали, когда макают. Берут на самом деле фитиль, макают в масло. Фитиль впитывает в себя масло, тьму. И после этого там есть горючий материал, который свет можно потом зажечь. И от этого получается огонь, свет. Получается, что мы не должны бояться сил разъединения, которые нам раскрываются, а знать, что именно это является нашим топливом. И над всеми этими состояниями ожидать объединения, ожидать света, который зажжет это. Это, по сути, фитиль. Так, чтобы это масло, это все силы разъединения загорелись, чтобы это стало нашим клик, в котором мы раскроем отдачу между нами Творца. Я представлю это так. Свет, он в абсолютном покое, все время он там. Мы берем масло, фитиль, делаем экран, делаем всю работу. И нам нужна эта маленькая искра, которая, чтобы она загорелась. И свет – это кислород, потому что без кислорода огонь гореть не будет. У нас есть все. Только тебе нужен этот кислород, эта сила, которая управляет реальностью, и она, на самом деле, есть свет. То, что нам дает каждый раз эти все нарушители, они являются тем материалом, благодаря которому на почве которой можно объединиться дальше. Чем больше мы раскрываем разъединение, мы можем соединяться. Есть поле для этого, для этой работы. Это как модель свечи. У нас есть воск или масло, у нас есть фитиль, и свет, который горит выше этого. Мы видим, что свечение – пламя над всем материалом, как бы не сжигает его. И у нас тоже самое, у нас есть материал, и искра, которые мы должны быть вместе. На самом деле, это служит той же целью. И то, что мы должны соединить, что будет то и другое, нужно соединить с той же целью. И тогда действительно будет выше этот свет, который будет гореть. Он, на самом деле, распространяется и в том, и в другом. Продолжение Бенциона. Разъединение оно между нами – это разделение между Светом и Ибуром, между Творением Творцом, все отклонения человека от Творца. И старание человека объединиться в одну точку приводит человека к отчаянию от попыток сделать это самостоятельно. И это переводит его на определенный другой уровень. То есть старание сделать мне, я, а перейти на состояние, когда я делаю это ради Творца, не ради себя. Это как разница между того, как… Ну, это другой уровень, когда ты понимаешь, что на нынешнем своем уровне ты просто не можешь соединить все эти несопоставимые вещи. У меня возникла картинка из всего этого, из этого описания. Плаваешь, плывешь внутри масла, товарищи, которые находятся в масле так друг за другом, и движение дается тяжело, так гладко, это не может ни за что зацепиться. Есть этот фитиль, который посередине, посередине этого сосуда, посередине этого места. И все пытаются достичь этого. Это снова как такие сперматозоиды, которые пытаются достичь этого центра. И все пытаются дойти до центра, где находится фитиль. И, по сути дела, то, чего не хватает, это совместные работы, чтобы достичь этого, чтобы поддерживать друг друга, чтобы не выскользнуть, так схватить друг друга, дойти до этого центра, из которого, на самом деле, есть как бы такой подъем, когда поднимается это. Я вижу это как молитву, объединенную молитву, производимую вместе, чтобы прийти к этому месту. И тогда из этого молитвы тут есть трение сердец друг от друга, которое дает искру, которая зажигает свет. В продолжении твоего описания, мне кажется, что эта искра, которая должна возникнуть свыше, она не зависит от нас. Она зависит от нашего подготовки создать этот фитиль, который будет находиться в центре группы. Из силы, благодаря силе, которая будет над этим, над этой разрозненностью, мы должны сделать весь процесс, но сама искра, это не в наших силах. Это очень красивый пример того, насколько действительно вещи, которые противоположны друг другу, именно в своем объединении мы находим решение. С каждым остается в своем свойстве. И он приходит, с одной стороны, силы разделения придут к уничтожению, с другой стороны, силы объединения не могут вырасти, не раскрывая ненависть и посередине какого-то сопротивления в пути. И эта игра, с которой с нами играет Творец, он дает нам, как бы, пестует наш эгоизм через наших учителей, которые выстраивают нас, дают нам все направления, как объединиться над всеми этими помехами. Я чувствую, что это просто работает, просто можно почувствовать это в воздухе, есть напряжение между мной, между теми, той связью, которую я хочу построить с товарищами. Я строю какое-то преодоление неосознанно, удерживаю себя в этом месте, даю немножко впитать, и опыт тоже начинает говорить, тут раскрывается что-то новое. Это я желаю нам и сегодня тоже. Что ж, друзья, та самая тьма, которая находится в нас, она является обратной стороной света, то есть у нас есть все силы, чтобы зажечь свечу. Если в нас есть топливо и есть экран, то свет мы можем зажечь. Нам нужна лишь связь с его источником, но весь этот костер будет зажен снизу. И мы говорим о компромиссах, уступках, объединении. Как нам прийти к этому? Каким образом мне объединиться со всеми? Прийти к отождествлению себя с другими, к объединению, объятию, быть как единственный человек с единым сердцем. Вопрос понятен? Нет? А я бы и хотел, чтобы это было непонятно. Ну, небольшой намек. Ведь внутри все равно каждый остается в тьме, в своем эгоизме. Что же такое называются уступки, соединения, взаимовключения. Поговорите об этом. Все мы вместе в центре группы ищем одно решение. Нет никого одного, который сам по себе тут умнее других, а постоянно добавляем и ищем, ищем решение. Если каждый в конечном счете остается в какой-то черной точке, то, может быть, функция каждого в отдельности, всех нас вместе – это увидеть, где находится эта точка в общей системе, как я как эгоист или как тот, кем я являюсь, отменяю себя и привожу себя к правильному месту в этом зале или в системе, там, где лучше всего служу и не мешаю никому, не мешаю системе функционировать в целом. И это множество работ. Для того, чтобы выяснить это, я должен выяснить, каково ваше желание, я должен выяснить, какова необходимость моя, и как я могу это приспособить к вам, облачить все, что я вижу вокруг себя, облачить это, как будто я. Может быть, через это я буду знать, как найти свое место в системе, чтобы она не мешала мне. Я не мешал ей, чтобы была гармония. Несмотря на то, что внутри каждый остается черным, в черной точке, то у тебя вопрос, с кем ты себя олицетворяешь, с этой чернотой или же с группой с целью. То, что ты не олицетворяешь себя с черной точкой, а олицетворять себя с этим единым я большим, там начинается единство, там создается то, что мы ищем. Это происходит благодаря тому, что это как две части пазла, которые дополняют друг другу, в той мере, в которой я отменяю, в той мере, в которой я наступаю на мое сопротивление и еще, как выйти, включиться, впитаться в группу и поменять, на самом деле, свою тьму поверх своей этой черноты. Возникает тогда связь, которая точно противоположна моей черноте. И это мое первое объединение с группой. Эта тьма чернотрана только внутри меня. Центр группы, он освещен. Там вся бесконечность. Я и все, что мы учим, отмена, самоотмена, вхождение в состояние, малое состояние катнут, оставаться там, слиться с центром без привнесения туда моей черноты. Ясно, что внутри всегда есть ощущение все более и более черное, такое тяжелое. И как раз в этой точке это очень зависит от того, насколько каждый готов принизить себя, унизить себя относительно группы. И насколько мы делаем это, действительно, есть некая сила, которая радует тебя, дает тебе видеть свет. Вопрос у нас был, что же означает преодолением, если есть тьма. Получается, что тьма, которая остается внутри, и любовь, которую я развиваю над этим, согласие. Любовь, которая развивается над этой тьмой, это уступки в этом, отдача. Я перечеркиваю иначе тьму и ставлю одно вместо другого. То есть я предпочитаю это, в этом отдаче. «Подолжая, товарищи, я должен отменить все, что есть во мне, все свое сущее, изменить на ничто, похоронить все. Все отменено, кроме одной точки. Эта одна точка должна объединиться в центре группы с точками всех товарищей. И так мы создаем нашу общую душу. И тогда я живу в общей душе, в том пласте, которая находится выше моего желания. Мое желание умирает, оно не достойно ничего, потому что все, что там было, я ни с чем не могу там работать. То есть просто ничто, только эта точка, которая соединяется в центре группы с точками товарищей и создает душу, в которой я живу, в которой мы вместе раскрываем Творца, пытаемся слиться с Ним». Для того, чтобы выйти из себя, я должен думать о своих товарищах, просить за них. По сути, это единственный тот путь, который я вижу сейчас, который может вытащить меня из мысли о самом себе. И Раф дал нам рецепт вчера. Как это сделать? Постараться это делать пять раз в день, как рецепт. Пять раз на день, по минуте, думать ради товарищей. О, товарищи, о благе товарища. И я стараюсь это делать, пока у меня это не получается даже десять или пятнадцать секунд. Все время ускользает. Просите товарища. Не просто думать, а вот просить за товарищей. Тут есть нечто более требовательное. Я раскрыл, когда сидел в одном из кругов, я попросил, давайте попробуем сделать это сейчас, может быть вместе у нас получится. И в этом месте, там, где мы делаем это вместе, у меня намного больше силы в поддержке группы для того, чтобы думать о группе. Поэтому выйти из этого темного места можно только за счет группы. У каждого есть только чернота внутри, не может быть больше этого. Наша цель – отменить себя и стремиться захотеть принизить себя перед центром группы для того, чтобы действительно мы могли изменить наш взгляд. Наш успех будет успехом группы. Успех будет такой, что группа доставляет наслаждение Творцу, а не я лично. У меня лично нет никаких шансов доставить наслаждение Творцу. Просто выйти из точки «я» и видеть «я» как ту душу, ту группу. Я чувствую абсолютно все, что говорят товарищи, согласен. Чувствую, как тяжело нам выйти из этого эго. Но мы еще учим, что у нас 125 ступеней, пока мы не определимся полностью нашим контролем над нашим эгоизмом. И даже наше объединение, наше старание сейчас объединяется. Это все равно самое эгоистическое старание. И нельзя думать иначе. Но и это прекрасно, потому что исправить нас мы сможем только за счет света. То есть из ловища мы придем к лишьма. Но даже с нашим эгоизмом этого достаточно, чтобы притягивать света, пока не закончим все ступени. Это в этом уступки, поступки и остается на фоне этого черной точки. Как мы можем представить себе объединение, если мы соединяем свечки каждого? Как наш эгоизм тоже соединяется? Мы все должны все-таки дойти до состояния, когда все желание получать становится единым желанием. Как нам прийти к этому? Что мы не скрываем его, что оно тоже приходит к исправлению. Как нам соединить себя в лего? Что вся форма, как желания их не одинаковые, лица их не одинаковые. Совершенно как нам соединить это в одно лего? С помощью чего нам найти наше объединение? Как нам получить эту картинку? Это картинка высшего мира, картинка Творца. Так мы строим его. Как бы мы получили, мы купили в магазине коробку лего пазла. Пазл лучше быть. Коробку с пазлом. Нам нужно собрать на пазле, на этом написано Творец. На коробке. Да. И все. Вперед. Как нам это сделать? Мы готовы на это или нет? Да. Муша я не слышу. Да. Вперед. Коробка перед вами. Вперед. Вперед. Шиевич это тоже возьмёт у себя на заметку. Вот . Что, в пазле 600000 частей, да? успехов пожалуйста прежде всего я должен проверить что там только . все точки в сердце чтобы не было никаких лишних элементов в этом позже на этом должна быть печать что там только точки в сердце и все точки которые поднялись как в процессе витиля когда каждый приводит свою точку сердца в общий круг не могу думать ни о чем другом потому что если я буду самостоятельно это делать я буду делать эгоистический какой-то анализ то когда я инстинктивно это как дополнительное ощущение как я вижу цвета то все точки черные не вижу никаких цветов но постепенно когда я раскрываю в себе свою точку развиваю то я вижу цвета я начинаю видеть в этом новшество я получаю этот пазл что 600 тысячами частей тут ничего особо не делать прежде всего позови товарища чтобы они тебе помогли части пазл ты видишь на коробке написано как должно быть целая стараешься какая картина более-менее потом должна получиться я думаю что самое важное что если с товарищем у тебя не получается ты зовешь папу чтобы он помог он по-видимому единственный в этом случае который можете помочь но действительно с эта картина она белая там все части они абсолютно белые ну попробуй соединить это в куда картину частички белые но когда они получают все свои свойства чувства в противоположность всем черным нашим точкам это по сути то что придает рисунок на белом фоне творца поэтому наше объединение наше все это должно быть только в пазле вырисовываться не на черном и только так получится эти цвета на белом фоне у меня это соединяется с предыдущим вопросом я вижу этого старика который идет со свечки ищет части пазла и вместе с этим я вижу как сейчас я работаю с детьми я вижу их воодушевление когда они находят какой-то кусочек лего которого который я даю им этот цвет искорка в глазах вот они смогли подобрать это и в тот момент когда я нашел это то что мне нужно исправить нужно бежать скорее в группу говорить вот у меня это есть эта часть я сейчас ставлю этот кусочек это часть системы еще одна особая вещь в этом пазле то что он уже по сути составлен мне нужно только увидеть что он составлен сделать все что только возможно чтобы молитва произошла чтобы рисунок проявился увидеть все эти частички увидеть что клей их соединяет кто-то сказал о пазле белого цвета недостаточно что есть 600 тысяч частей разных цветов это должно быть все еще белое разных форм это должно быть все белое это вообще невозможно это составить объединение это объединение точек в сердце и это то что как бы мы все время должны проверять смотреть где мы стремляемся друг другу с этим как бы должны в точности находить эти части которые соединятся иначе мы не будем знать что именно соединить мы все время должны ставить точку в сердце объединение это будет выстраивать нас это как будто мы играем между собой и вдруг я столкнулся с этим столкнулся с тем и это постепенно выстроится у меня нет достаточно понимания надеюсь что правильно понял это мне кажется в двух этапах первый этап это когда мы действительно приходим к точке центра группы и потом каждый получает свой определенный отсек в этого пазла который нужно заполнить и каждый смотрит на свое желание и как каким образом он может обслуживать общий пазл то есть из точки центра группы каждый смотрит на желание которое отменил и проверяет как мне сейчас объединиться верно со всеми остальными и там возможно создадутся еще большие трения если на первом этапе нужно было просто подняться выше то на втором этапе ты видишь насколько один не подходит другому один коверкает третьего и в этом усилии информация которая раскрывается то что выходит из этого пазля и получится творцом я пытаюсь продолжить эту картинку которую мы пытались здесь создать я вижу это так что у каждого есть свой кусочек пазла каждый из этих детей у каждого есть свой кусочек каждый должен просто вынуть этот кусочек снаружи показать его товарищам какой кусочек у него есть и тогда эти дети пытаются вместе составить эту картинку и тут есть как бы такая суматоха все пытаются каждый свой кусочек ставит каждый пытается со своей стороны и все это не получается пока все не объединяются в одну просьбу ладно я вижу что пока у вас не получается проблема такова свойства творца я не знаю не то что получил коробку там у меня есть картина которая должна составить ту же самую готовую картину вы видели вообще да эти пазлы мозаику для детей да ну хорошо хорошие детишки то есть у меня нет этого примера который нарисован на коробочке у меня нет представления как составлять как мне составлять творца нету дальше кроме того этот пазль он очень сложный это не просто 600 тысяч частиц в каждой такой частице мы видим кто мы такие так ведь каждая частица она очень многогранная а я должен прийти к абсолютному совершенству и каждый должен восполнить собой других то есть это не плоский пазл даже не трехмерный это бесконечно мерный то просто некий шар в котором скажите допустим что 600 тысяч таких плоскостей которые в результате создают этот шар как нам правильно подойти к верному объединению первому подходу хорошо попробуйте и должно быть какой-то ключ какой-то код какое-то средство секрет если мы просто так напрямую пойдем объединять этот пазл мы увидим что будет то что происходит сегодня в мире в таком случае говорится рассеять злодеев лучше чем объединить так что удачи я кину идею которую я сейчас чувствую посмотрим куда это можно развить первое первый параметр то что каждая часть пазла соединена со всеми частями то есть работа должна быть между каждым и всеми мне кажется что то же самое что что должно быть в нашем пазле это ответственность и забота каждой из частей по отношению ко всем это не что то что можно из одного места ты будешь тут ты будешь тут каждый должен чувствовать что построение этого шара зависит от него абсолютным образом я для меня эта картина которую раф нам рисует для меня она чувствуется во всем что мы пытаемся достичь в этом конгрессе вся идея прийти к единству что прийти к единству и решить все наши проблемы нам необходима важность цели там находится то самое средство сказать что я сейчас хочу отменить себя ради товарища просто потому что мне так хочется или нравится с этого ничего не произойдет я должен достичь определенной точки важности и тогда даже из этого эгоистического желания мы достигнем то чего необходимо для следующего этапа пока нас полностью не исправят что по-настоящему это сделать я должен сейчас сказать не хочешь раскрыть творца я тоже хочу не важно что мы два эгоиста если мы попробуем вместе даже эгоистически то мы сможем это сделать это нас приведет к тому чтобы мы захотим слушать каббалистов стараться мы не должны этим заниматься всем остальным вообще мы должны просто идти и делать эти усилия так я чувствую да только добавить немножко что есть чувство что есть мысль уже очень сосредоточенная вместе у меня возникла такая картинка может быть это благодаря вам немножко такая лень вместо того чтобы я предлагал усилия построить этот пазл я начну просить очень сильно чтобы все части нашли свое место это все что остается увидеть то есть пазл последний кусочек самый легкий вы как бы объединитесь я прошу за вас да я вижу одной части не хватает я себя вбрасываю внутрь и все оп творец а мне кажется что я нашел патент этот пазл двусторонний мне кажется что каждый должен соединить свою точку с осознание зла если мы это перевернем потом я знаю свое сознание зла если это переверну каждый перевернется мы получим общую картину творца или в этой картине пазла и действительно надо помнить и ожидать чтобы нам дополнили этот пазл потому что n измерение это что-то что вне возможности человека восполнить он может играть в это он может хотеть этого он может забавляться с мыслью что как бы он в этой мысли но тут нужен новый разум и чувство чтобы собрать этот пазл этот пазл состоит из самых разных частей и даже та картина которая есть на нем она отличается пикселями ничего похожего нет мне говорят что эта картина должна быть самой красивой и я клянусь вам что я бы хотел увидеть ее но вместе с этим я знаю что каждый из вас держит часть своего пазля я сделаю все для того чтобы мы смогли увидеть эту картину в общем если говорить конкретно мы не исполняем никакого действия только свет производит работу он приводит в действие тут все и пазл тоже он собирает от нас ожидается только хиссарон потребность чтобы мы стремились чтобы это чтобы поднялись молитвы чтобы мы прилагали усилия в том что мы понимаем и насколько мы действительно чтобы был единый хиссарон между нами всеми тогда вдруг возникнет прекрасный составившийся пазл ну скажем что мы стараемся соединить этот пазль видим что не получается не получается что нам делать просим 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 хорошо молитва какая-то должна быть так ведь только только творец может помочь свет возвращающий к источнику вы говорите прекрасно как таким образом тогда к этому пройти мы видим что ничего нельзя сделать и как тогда назовется наше состояние что мы отменяемся в отсутствии сил бессилии отчаяния отчаяния само состояние как это молитва это действие состояние битуль битуль самоотмена наша тема конгресса теперь вопрос последний потом вы получите завтрак как происходит так что наш битуль наша самоотмена дает нам первую форму творца почему наша отмена она вызывает в нас может быть еще не совсем детальную но форму первичную форму творца ну ну просто ну ведь все ну вы что-то слишком глубоко сразу задумались это практически на уровне игры слов какова связь между самоотменой и формой творца если это правильно в тот момент когда отменяется эгоизм то тут на самом деле есть творец потому что посередине нет ничего что мы отменили эго что есть вне эго вне эго есть что-то обедненное есть творец в таком случае мы пришли к отмене пришли к творцу я продолжу направление если я отменил свою ешь свое свое сущее я когда определяю что это все ничего то явление которое раскрывается это та сила которая называется творец отмена моего я если пришел к этой отмене то я готов уже получить что-то то есть я освободил место для чего-то нового за счет отмены я по сути достигаю состояния в котором я позволяю силе природы действует на меня вместо того чтобы действовать на нее да мы действительно тут дополняем друг друга все еще можно может быть это сказать что это эта отмена превращает нас в материал в руках творца если мы материал в руках творца то это и есть форма творца которая раскрывается это поразительно насколько 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 нам дано почувствовать как кли когда форма которого мы строим есть такое ощущение просто мы смотрим на то что происходит и чувствуем мы чувствуем эту отмену есть такое ощущение что мы чувствуем отмену паразит не знаю как это объяснить вообще но мы чувствуем что над тобой работают тобой пользуются и через тебя что-то строят сейчас получается что пазль ведь он когда-то был полноценным кусочками картона и как только отменяю себя я даю производителю группе правильно разрезать все то есть все уже есть я должен лишь своей самоотменой сдаться дать лишним кусочком картона отпасть от меня чтобы все подошло как мы договорились в конце концов это работа творца не моя работа на самом деле моя роль это не мешает здесь отмена на самом деле не мешает творцу произвести свою работу то что создает все весь пазль когда он разерознен это мой взгляд если я пытаюсь ее соединить это же нечто между глупостью и наглостью попробовать создать природу человеческими силами но все равно после того как я стараюсь это сделать прихожу к состоянию в котором в состоянии в котором я понимаю что я понимаю что все что мне мешало это только то что я пытался сам это все время сделать что я не пускал его создателя производителя тут такой момент что если мы проверим на специальной машине все части этого пазла то мы увидим что там все есть там правильный вид картона цвет все это подходит и все что требуется от меня это не мое я получил это но его нет тут ничего я должен только взять свою часть и положить ее в центр группы картинки так каждый подходит ставит свою часть и возникает картинка не знаю с момента на момент я вижу насколько я не понимаю что происходит но одно наверняка что в самоотмене свет может подействовать на тебя он может тебя слепить вылепить именно самым правильным образом через учителей через нашего учителя и тогда молитва возможно все попытки составить этот пазл наталкивается то что объединение между нами что происходит между нами это попытка объединить на это на самом деле тот же самый пазл если мы посмотрим что мешает нам на самом деле дойти до этого объединения Если эта часть, на самом деле, отменяется, опускается, то остается только часть Тот разум, который действует и объединяет, и все, что осталось Это, на самом деле, только отменить тот фактор, который мешает, который, на самом деле, разделяет картинку, как сказали товарищи Мне очень понравилось все, что сказали товарищи И получается, что мы не только творца знаем, мы даже не знаем частиц этого пазла Но то, что мы делаем это вместе из самоотмены, то создаются эти части благодаря этому, которую создают Творца Вопрос, который напрашивается Почему форма Убара, это и есть форма Творца? Почему форма Убара, это и есть форма Творца Которая раскрывается Я спрашиваю, как бы, с другой стороны Как будто вы ответили на это, я спрашиваю, почему Форма Убара, форма зародыша, это, по сути, пазль Каждый, с которым мы сделали, это клей Для того, чтобы слепил нас вместе Это Убара Форма Убара, что это такое, на самом деле Это связь между нами, которая возникает правильно Потому что мы отменили себя, и пришел свет, подействовал на него Сейчас раскрывается нам связь на более правильном уровне Извините, на более высоком уровне, правильная связь между нами Это Творец Связь В продолжении Тая Нам объясняется, что форма Творца Свойство Творца, это свойство отдачи Когда мы достигаем этой самоотмены И мы можем прийти к объединению в результате То объединение между нами создает некое ощущение того, что мы хотим еще больше слиться Для этого нам нужно еще больше отмениться Это приводит нас к форме зародыша Называйте это как Домем Дагдуша, или не важно Мы хотим остаться в свойстве точки слияния с Творцом И не хотим ничего более Поскольку этого нам достаточно, и пускай он развивает нас дальше Нам остается только отменять себя Дальше Немножко странно отчеловечивать Творца Получается такой образ Но если посмотреть на пример с природы, то становится очень ясно Они все равно должны были ответить на это, что если есть полная отмена в матке У тебя есть достаточно клеток, которые пойдут туда, куда... Как пускаются эти клетки? Стволовые клетки Когда она чувствует свою функцию, они могут превратиться в те клетки, которые нужны И когда ты строишь... Ты отдаешь такой системе, как матка, допустим Достаточно стволовых клеток Форма, которая возникает Это убар, зародыш Он развивается, чтобы стать человеком И между зародышем и человеком Мы все время учим, что там все связано со всем Каждая часть касается другой Каждая клетка, на самом деле, влияет на соседнюю клетку Влияет на всю систему Неважно, в каком органе То, что в убаре Различные клетки И всех уровнях неживо растительные животные Соединяются Это создает новую жизнь И то, что пульсирует в этом, как единый поток Это и есть жизнь, и есть творец Любая правильная форма получается из объединения Для того, чтобы прийти к объединению Нужно вначале прийти к отмене И поэтому Ибур Зародыш Это, по сути дела, форма отдачи Форма, где открывается Отдача Убар После того, как он выходит Помню, своего младенца Когда Уложили на живот матери И все, что он хотел Это только Ухватиться За Эпицентр его жизни Естественным Ухватом Таким Мне кажется, что это все природа Убар Его вскармливание Питание Это все природа Он сливается с природой Как естественным образом Не знаю, что сказать вам Видимо Видимо Убар Зародыш Это Форма творца Потому что Когда мы входим В состояние беременности Мы начинаем действовать Как творец Мы находимся в катнуте Мы всегда Ищем Как отдавать дальше Если нет необходимости Отдавать дальше То просто Мы Остаемся так Все время в том же состоянии Убар Это форма творца Мы должны прежде всего Понять К чему мы Это соотносим Это форма единства Мы полностью Противоположны этому Убар показывает нам Как можно Чтобы все Противоположные части Работали вместе Работали вместе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok От Чикаго до Читы От Литвы до Алматы От Сиднея до Берлина От Парижа до Пекина Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok